Здравствуйте. Мы вдохновлены твоим пранком с Джорджем Бушом. Ты был более зеленским. Привет, Марк. Да, мы вдохновлены твоим выступлением и твоим пранком с Джорджем Бушом. Ты выступил лучше, чем сам Зеленский. Спасибо. Я думаю, что на самом деле, когда Буш общался уже с Зеленским, я думаю, что разговор был менее интересным, чем вот то, что удалось говорить нам. Он думает, что если бы действительно Зеленский разговался с Бушом, он был менее интересным, чем сейчас. Да, он уже разговаривал после этого пранка, разговаривал. А уже разговаривал, тогда я не слышал. Сигурно, этот разговар был менее интересным, но мы уверены в этом. Дали ты звал телефоном Зеленского и представишься, что это Путин на связи? Звонил Зеленскому и представишься, что это Путин. Мы звонили Зеленскому раз, когда он уже был президентом от имени мэра Киева Кличко. И до того, еще когда он даже не был кандидатом в президенты, мы общались с ним, звали его военкомат в качестве такого бойца рядового. Да, 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 да. Да, 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 да. Он на почетку веровал. Он уже тогда поверил, да, что вы Кличко в первый звонок? Да, 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 да. Он уже тогда поверил, да, что вы Кличко в первый звонок когда был? Я думаю, что это тот человек который принимает решение самостоятельно. Да, звали су га да да оставку. Кличко. Но они считают, что он не такой интересный человек в общем, как и Зеленскому. И да он не доносит решения сам. Да, и говори само паролами. Да, и говори само паролами. Да, говори само оно что ему скажет. Да, вы можете да позовете Зеленскому и да себе представите, дасте него влада Рисеньке и да ему народите да подпишем мир с Россией. А вы могли бы позвонить Зеленскому и представиться каким-нибудь серым кардиналом его, каким-то западным покровителем, чтобы он подписал мир с Россией? Вы знаете, что с самим Зеленским общаться не интересно. Нужно звонить непосредственно его кураторам, которые находятся у нас на Западе и общаться уже с этими людьми непосредственно, которые принимают решения. Поэтому он как человек нам не интересен. Он не интересен да нега зову, а много интереснее звати негове менторе на Западу и из первой руки видеть что они о том мисле и что они планируют. Когда вы будете звонить шефам Зеленского на Западе? Мы это постоянно делаем. Вот вы видите, условно говоря, там министр обороны Великобритании был у нас, министр внутренних дел Великобритании и так далее. Я думаю, что в скором времени вы услышите много других интересных записей, которые касаются Украины. Мы это постоянно делаем. Вы видите и министра обороны, министра внутренних дел Великобритании. И в будущем скоро скоро будет быть новых много интересных людей, да скажем, ментора Зеленского. С Запада. С Запада, да. Да ли Путин смотрит ваше пранки, то что вы делаете? Насколько мне известно? Да. А сколько ему известно, да. А вы не познакомились с Путином? А вы с Путином уже познакомились? Нет, лично. Лично не. Ну, масса других дел, чтобы общаться с нами, да и поэтому пока что видимо в его графике встреча с нами не предвидится в ближайшее время, потому что действительно ситуация такая, что нужно заниматься другими делами. Ну, а мы со своей стороны делаем так, что открываем другому миру глаза на все, что происходит в Европе и других регионах. Засада Путин има преча после него, да се бави с Устом с нами, има, оно, те же Каспорит има сады проблемы, али ми отварямо очи на оно, что следешево за цело свет, да види штат ЗАПО вове на Западе. Какое ваше найвечее откричие? Вам разные председники говорят, что не говорят ни новички, ни своим сотрудникам. Что ли у вас было самым большим откровением из того, что говорят вам президенты, что даже они сами не говорят своим, может быть, сотрудникам, не говорят уже журналистам? Вы знаете, для меня, наверное, одним из таких моментов стал интересным, это его откровение по поводу Косова. То, что Буш сказал, что, ну, слушайте, я признал его как независимую страну, но мне уже без разницы. Давайте мы вот про это забудем, это было давно, давайте вы не будете погружаться в прошлое, а давайте жить настоящим. Тем не менее, при этом было сколько жизней погублено, то есть для него это, конечно же, такое, дела минувших дней, а по сути за этим стоят человеческие жизни, человеческие судьбы и гибель людей. При этом, то есть он расписался по своим указам о признании Косова, не задумавшись, он где этот регион находится, то это такое, то есть просто-напросто наплевав на людей, которые проживали там и на страну, которая, ну, является неделимой и сувереной. Оно што је нему было интересно, когда је био разговар о Косову с господином Бушом, а то је да, когда су га питали за Косово, он је рекао, па добро, то је већ было давно, а ајде да то заборавимо, и фактически су они и сви ми разумели да једноставно тамо су погинули лјуди, и, ето, десило се, било је, прошло је, ајде да заборавимо на све то, земља која је фактически део, јели, не фактически, суштински део, део Србије, ето, паубијали су људе, урадили су шта су хотели, и сад ајде да заборавимо на све то, а живи људи су тамо, тих људи нема, фактически као да су људи, ето, нека роба којим се тргује, што је може да се ради шта го. Каји су коментари у западни медијима, они вас проглашавају за специјалце ФСБа, руских тайни скуђби, и пак је то велика брука да америћки председник Джордж Буш младји наседне на вашу притчу и да помиски, да разговара са Зевенским едени, кој не е насео, е Эрдогар. А что вообще, как коментируют ваши пранки на Западе, а просто пишут, что вы спецагенты ФСБ, что вы кремлёвски там пропагандисты и так далее, вот, это ж большой позор, что, например, Буш повёлся на ваш пранк, и вообще, кажется, наверное, говорит, воспринимает, что, наверное, только Эрдоган до конца не повеял вам. Остальные повелись. Как они коментируют это? Ну, все коментируют по-разному, конечно, но Эрдоган до последнего момента не понимал, что это был пранк, то есть он верил. Если бы мы не выложили его, то он бы и дальше воспринимал, что это был разговор с настоящим Порошенко. Что касается разных наших публикаций, то, например, вот Макрон, ну, у них интересные такие были реакции, условно говоря, вот сейчас пранк с Бушем, о нём не пишет, по сути, ни одно западное СМИ. Может, где-то в Германии вышло, может быть, в Турции где-то написали про это, но в целом нет нигде никакой реакции. До этого, когда мы звонили Макрону, про это писали все французские СМИ. Макрон писал нам на WhatsApp, что, дескать, вы серьёзно думали, что я президент Франции, ну, я просто-напросто имитировал голос. Но это написал сам Макрон, да, потом нас забанил в WhatsApp. В целом, конечно, каждый использует вот эти наши звонки в своих целях и подаёт их так, как выгодно той или иной стране. Если мы звоним демократам, то это, как правило, про это пишут республиканцы. Вот, например, Трамп называл нас талантливыми пранкерами. И когда мы, наоборот, республиканцем, то об этом пишут демократы. То есть каждый подаёт эту информацию так, как выгодно им. Продолжение следует... Это было на своём французским медиам, но, с другой стороны, когда это объявило, когда выяснили, что Макрона в Акосу они подмудили, он на своём WhatsApp написал, что он не Макрон, и он сам имитировал голос Макрона, а после них блокирует. Так оно не кошало на Павел. А, если вы дошли до Трампа? До Трампа, если вы дошли, он говорит, что на своём западном медиам то есть все зависит от того, как они зовут демократы, то объявляют республиканцы, то есть Трамп назвал Дассони «талентованные момцы». Трамп е нигде похвалил? Да, похвалил, это и на Твиттере. А когда они зовут некие республиканцы, они хвали, а не хвалят, но не хвалят, а ли цитируют и то, значит, обжавливают демократы, значит, все зависит от того, как это отвечает. Рексус, ты сейчас проводишь эмиссию на телевизии, а ли это будет тяжело, чтобы получить некоторые люди, потому что целый свет сейчас тебя знает, и по речке, и по голосу? Сейчас у тебя свои телепередачи, будет ли тебе сложнее кому-то дозвониться, если тебя уже знают в лицо и по голосу? Вы знаете, у нас в практике было уже давно, и не мешало нам дальше дозвонить. И более того, мы 10 лет, поэтому, ну, как бы, не меняется, мы также успешно проводим свои звонки, я думаю, что и в будущем это никак не повлияет. Кажда, вечь с моими львовинами, а язычная эмиссия и прэ, значит, вечь 10 годин на Раде Мутипранковой, то нам засаднее сметало, а так мы с вами не сметите в будущем, наставить чем мы тогда Раде Мутипранковой. А можно открыть секрет, как вы, кто там разговаривал с Бушем? Это кто? Это вы были или в какой-то маске? Нет, нет. Там была просто картинка Зеленского, условно говоря, он ее видел, при этом с ним сидело еще 4 помощника, которые тоже смотрели на экран. Это было фотографии, фотография железного, а было и 4 негов Бушева помощника, которые со с ним сидели, да, тут мы фотографии увидели с Ледя Буша. Хвала Пуно, почучемося. Са среча. Спасибо большое. Спасибо большое. Услышимся тебя. Удачи. Удачи, да. Спасибо. Ламас.